Хей! Меня зовут Катя. Я учусь на первом курсе лингвистики. Так как мы находимся в Зоокском университете, и я подумала, что будет лучше рассказать свой опыт, связанный Зоокским университетом, но не то, как я сюда поступила, так как это слишком банальная история, а мой первый действительно яркий и большой опыт в моей жизни, вот, это было в лагере. Лагерь, ну сначала у нас была миссия Реми, после этого был лагерь «Стремись к цели», и вот в промежутке мы пока были здесь, тусовались, и как только закончилась миссия Реми и компания, которая образовалась, ребят, мы решили пойти прогуляться. Это было в обед. Мы проходили мимо озера и случайно встретились со следопытами, и одна девочка, она так сильно любила следопытов, так сильно по ним соскучилась, что решила подойти и узнать, а что вы там делаете. Никто не хотел туда идти, потому что мы уже уходили в минус по времени, и нам нужно было возвращаться как можно скорее. Вот, но она настояла, мы пошли к следопытам, и она узнавала у них все просто, что они здесь делают, кто их наставники, где они сейчас находятся, и я стояла рядом и не понимала вообще, зачем мне эта информация, как и многие, наверное, тоже стоявшие рядом со мной. Но наконец она расспросила их обо всем, мы собрались и пошли обратно в заокский университет. Ну что ли, здание вот это вот красное, до сих пор не выучу их название. Ладно, так вот, следующий день. Мы на этот раз уже все, учеба полностью закончилась, у нас есть абсолютно наше время, которое мы можем тратить как мы хотим, и вечером мы снова собрались с той же компанией, только плюс еще подключились некоторые студенты, которые здесь остались, и там люди из организаторов этого всего, и мы решили снова погулять после ужина. Но я немного задержалась, и я знала, что они пошли вдоль озера. И я пошла, как бы, ну, вроде по маршруту, который примерно представляла. На тот момент я не так хорошо знала местность. И навстречу мне шла девочка, тоже из миссии Ремеи, только не с моего города совсем. И она идет, и что-то какая-то грустная, потерянная, смотрит в телефон, смотрит по сторонам. И у меня мысль подойти к ней, спросить, что происходит, как она вообще. А я не хочу к ней подходить, потому что я ищу свою компанию. Зачем мне подходить к какой-то девочке и спрашивать, как она себя чувствует и почему она так потерянно выглядит. Но моя соль была слишком настойчивая. Я такая, ладно, хорошо, я подойду к ней. Подошла, спросила, а она, оказывается, искала следопытский лагерь. Я такая, опачки, так вот зачем мне эта информация? Я ей объяснила, но по ее глазам я поняла, что она совсем не понимает, где это находится. Дело в том, что я тоже не особо понимала, но вдвоем половинка непонимания, другая половинка непонимания, целостность понимания. Я взяла ее под руку, и мы пошли на то место, которое описывали следопыт. Дошли до лагеря, буквально зашли вот в это огражденное место, и тут я слышу продзительный крик. «Катя!» Я оборачиваюсь, а эта девочка на меня летит, она с Дальнего Востока. Мы с ней очень дружили, и она к нашей семье очень привязалась, когда мой папа там служил. Она подлетает, обнимает меня и такая «Ааа, как я рада, что ты здесь, как я рада тебя видеть, ты не представляешь, я...» А это был последний день следопытского лагеря. Оказывается, она всю неделю молилась, чтобы встретиться со мной, но у меня был на тот момент не вот этот телефон, окно обычный, на который даже моя мама еле дозванивалась. Да и я приходила после этих семинаров, падала на кровать, и сил не было. Вот. Поэтому до меня не дошла информация о том, что она здесь, о том, что она ждет, чтобы встретиться со мной. Вот так Бог фактически притащил меня туда, и я стала ответом на молитву другого человека. И я тоже получила ответ на свою молитву, потому что это был первый раз в моей жизни, когда столько удивительных совпадений произошли за такое короткое время. Вот. Но это еще и не вся история. Дело в том, что даже мой тот кнопочный телефон, он сел. Люди вокруг меня, у которых были более-менее нормальные телефоны, у них он тоже буквально садился, как только я подходила и просила позвонить тому или другому человеку с моей компанией, чтобы найти их уже наконец. Поэтому я осталась в этом лагере. Провела время с этой девочкой до тех пор, пока их не забрали на какое-то там мероприятие вечернее. Вот. Я развернулась, ухожу. Такая смысл. Ну, наверное, придется идти обратно в кампус и скучать. И тут я смотрю, идут какие-то люди вдалеке. Я говорю, что это могла быть за компания. Они подходят ближе, и это, оказывается, моя компания. Я понимаю, что многие могут сказать, эээ, это же просто совпадение, что ты тут приплетаешь. Даже если это просто совпадение, я хочу верить, что это Бог действует в моей жизни. И то, что он так проявляет свою заботу обо мне. Вот. Замечайте побольше мелочей в своей жизни. Ну, что ты сейчас сказал? Всё. Всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите комментарии, как Бог действует в вашей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...